так друзья всем привет снова у нас четырочка говорится прямое включение обстановочка всем известно с нового серёги в общем какая тема сегодня будет замена сцепления ранее видео я думаю вы уже видели ну те кто подписан кто не подписан можете найти в плейлистах по ремонту вазика у меня там все есть скажу так сцепление проехала не так долго как хотелось бы начала буксовать покупал я валила скорее всего что дали подделку сейчас коробку скинем можно будет лицезреть в каком состоянии сам диск потому что ну из-за чего вообще сюда полезли под нагрузочка если допустим в машине больше одного человека начинают буксовать это поначалу было потом когда я уже даже сам начал ездить надо активно покататься дать газ в пол начинают буксовать маховик я исключаю потому что в принципе ну мы сейчас посмотрим но я думаю что это не маховик потому что когда я двигатель брал свапом маховик стоял по номиналу именно самого двигателя так как пробег будут на то время 70 тысяч сейчас в районе 140 150 то принципе это все подтверждается тем более опять таки вы можете увидеть у меня на канале когда я перебирал двигатель какое было состояние все остальное то есть вы это все можете понять по разбору я не знаю ну как бы 350 раз одно и то же вам показывать объяснять рассказывать ну все постоянно ругаются на то что типа вот я не показываю именно как это происходит но ребят я не знаю может включите там фантазию или фиг его знает ну на самом деле здесь ничего сложного у меня даже вот с тем раскладом что у меня стоит подрамник сейчас главное не упасть вам то что стоит подрамник вот он скидывается принципе элементарно на обычных заводских местах то есть и видео про подрамник есть как устанавливать то есть все есть захотите найдете посмотрите сейчас к запчастям вот этот датчик заднего хода он тоже меняный то есть вот видите через него пробило причем пробег я же говорю тоже принципе минимальный и причем я его же меня третий раз в третий раз покупаю уже и буду менять так как просто полезли он у меня течет надо менять дальше проблема была с сальником стоит у меня калина карданчик постоянно тек сальник мы их поменяли я не знаю какое количество штук но очень дофи а также под замену идут пыльники гранат потому что видно да не айс это кстати заводские чтобы понимали 270 тысяч пыльники пробежали тут в принципе заводского очень много на самом деле вот действует ну то есть пыльники приводов они все заводские я купил новые так как лезем снимаем коробку надо делать все сразу я вам кстати тоже советую таким же маневром делать если допустим лезете в коробку смотрите сразу пыльники смотрите датчик то есть все сопутствующие моменты которые могут выйти из строя а потом надо сюда лезть это все дело делать в общем лучше сразу понятное дело что коробку не обязательно снимать если вы хотите пыльники поменять на приводах но если вы уже сюда залезли то лучше это сразу сделать поэтому мы делаем единственное что еще хотелось бы вот эту подушку поменять но пока есть бюджет не резиновый потому что это тоже хоть и вас на денег это все стоит также момент хотел заострить недавно обрабатывал варил машину ну я вам скажу что в принципе машина у меня седьмого года в 2007 из помененного тока пороге ну понятное дело там усилители все эти дела в остальном в принципе тфу тфу все все более-менее адекватно задние под домкратники поменяны и передний правый пассажирский тоже поменяны вот так же варил гофру можно лицезреть небольшая 10 сантиметров в принципе как бы стоимость 100 купонов 100 гривен не такая уж большая но я вам скажу очень кайфово теперь ездить нету вибрации много лишнего дребезга и всего остального ушло поэтому советую гофру надо уваривать особенно если у вас выхлоп нестандартный такой как у меня стоит на 51 она и тяжело резиночкам потому что их постоянно нарвало вот и поэтому короче надо делать все по уму в принципе для того чтобы вам караба снять с под капотки разбираем снимаем стартер снимаем трос кстати там не какой-то парень пишет про регулировку сцепления вот этим тросом то есть ну как бы да мы регулируем но я уже видео снимал по этому поводу вот вот эти гайки регулировочные где просто по резьбе ходят вперед вверх ты тросик подаешь либо салона либо салон вот где тут на конце какие гайки я не пойму что ему приснилось но он мне уже пишет и пишет что есть какие-то гайки друг вот специально для тебя нет там никаких гайки вот они две штуки все контролировать затянул над регулировал трос поехал дальше но принципе все счастливое масло снимаем карабас снимаем вынимаем привода здесь гайка под 30 головку желательно с хорошим воротком это надо все делать потому что если вы будете обычным воротком с такого набора принципе можно открутить но удлинитель вам нужен очень хороший лучше всего использовать вот такой вот механизм помогает на ура первых хорошая голова именно специально для таких целей хорошо откручивает принципе все замечательно привода вы выщелкнули ну вот собственно и сами запчасти ли по поводу приводов пыльники вот берите комплектом чтобы именно у вас была и смазка и хомуты все это дело ну и после это внутрянки это внутренние пыльники это наружнее принципе качество фиг его знать проверим на дороге как говорится дисцепление взял валю как и до этого комплект покупал ну это не смотрите коробка это просто какую дали потому что дисцепление контрабас я знаю что мне много смотрят людей которые живут в россии так вот запчасти от вас приходят нам контрабандой то есть и в мешках и во всякой ерунде вы сами понимаете чтобы удешевить потому что за доставку заплатит а погранцам там заплати ну в общем это все такие моменты но приходит она к нам вот так вот распакованная во всякой ерунде 16 года диска ну не знаю новый новый в принципе пружинки я по пощупал еще при покупке все кайфово плюс мне нравится вот это вот отбортовка которую делает на валю потому что на вазе вот такой отбортовки не делают то есть даже если пружина прослабиться она отсюда не будет будет тарахтеть но не выпадет на вазовском выпадает так ну и взял заодно выжимной опять таки лезем лучше покупать все новое взял вот такой вот усиленный он дороже чем обычный но если делать то делать но тем более делается для себя поэтому сами понимаете на этом экономить нельзя очень по запчастям вот такая тема вкратце рассказал чем занимаемся а вот ну а дальнейшее принципе сейчас я там подсниму уже как в каком состоянии дисциплине то есть посмотрим реально я сейчас постараюсь найти видео по поводу пробега сколько на каком пробеге мы его меняли 202 я даже вспомнил 220 тысяч то есть по факту 50 тысяч проехал дисциплине ну как по мне это маловато он предыдущий комплект здесь стоял он проехал 220 тогда еще как бы но я подудивился да а это 50 тысяч это в принципе ну как бы ни о чем на самом деле скорее всего это был подрез подделочка такая вот в общем принципе без разницы сейчас меняем ставим обратно и катаемся ну в общем не переключаемся едем дальше так друзья продолжение эпопеи в общем сняли карабас привода он лежат сейчас так бегло по моментам в принципе пыльники не критичны но лучше поменять это в любом случае просто для наглядности они тут все такие пожеванные но я вам скажу 220 тысяч принципе довольно таки неплохой показатель на самом деле вы по мне 200 270 это 220 сцепление то которое сейчас вы увидите на чем такая тема датчик поменял так теперь смотрим дисциплиния вот он дисциплиния был сами видите до заклепок умер 50000 вот типа оригинал но это закос подвалю потому что этот комплект видно как сделано есть набивка на самом металле здесь же нету ничего то есть тоже не фонтан но лучше чем завод это сто процентов вот этот диск можно по толщине заценить сами понимаете да что произошло из-за этого что потянуло корзина заклепочкой пошла чуть-чуть по бороде вот есть конечно износ на корзине но в принципе работать это будет и на маховике есть небольшой косяк тоже из-за заклепки так вот она бороздочка на маховике в принципе ну короче это не смертельно абсолютно слова совсем вот она корзина тоже заклепками побила есть такой момент и сам дисциплине и сам дисциплине которого практически нет вот как раз заклепки когда терлись и по маховику и по самой корзине вот вам и сравнение 50-60 тысяч ладно в принципе пыльники я показывал ну короче они тоже под замену сейчас собираем карабас а потом собираем пыльники ну в общем как то так вот там и качество запчастей выжимной кстати тоже по бороде пошел нужно его так что такие дела парни занимаются дальше до 7 покатили так парни продолжение истории с заменой диска сцепления в общем сразу после того как поменяли решил не снимать видео захотел немножко прокатиться покататься на машине вот на ездил ну километра может 300 400 теперь смотрим ну как бы те кто смотрел начало видео все понимают что мы делали это все своими руками поэтому в общем СТО качество отдыхает в общем датчик на месте не течет привода на месте тоже к ним вопросов никаких нет все сухо все четенько единственный нюанс конечно с хомутами пришлось помучаться потому что вы старый кстати не спешите выкидывать потому что вот эти маленькие на сужение они бывают как бы либо качество плохого либо ну короче брак какой-то вот пришлось где-то на каком-то пыльнике стоит старый хомут по моему наверное вот здесь непонятно в общем где-то стоит маленький старый хомутик а так в принципе новые большие подошли все вопросов нет так но это внимание не обращайте это я сейчас меняю масло чуть-чуть подтеки есть по сцеплению в принципе вопросов тоже никаких не буксует все хорошо единственное мне не нравится конечно надо было бы поменять трос сцепления но это как бы для себя потому что ну видно что он ржавый он потянутый пришлось дважды регулировать сцепление проехал там буквально километров 30 пришлось еще раз регулировать поэтому если в принципе обратить внимание то есть такой нюанс небольшой блин эти провода это все мешает сфокусироваться в общем видно что резьбы ну вот пришлось допустим сцепление подрегулировал сейчас педалька больше в салон заходит и резьбы в начале как раз видно именно практически до самого пыльника то есть трос сам по себе потянулся вот и из-за этого вот такая ерунда произошла вообще в идеале он должен быть посередине но на резьбе видно вот ближе туда в салон раньше было отрегулировано а теперь вот таким образом ну вот поэтому в принципе кто меняет сцепление я рекомендую сразу же менять и трос сцепления не экономить на этом потому что в принципе стоит он недорого менять его тоже в принципе не сильно геморрона но эту процедуру лучше сделать заранее по поводу масла как всегда матюль кто следит за каналом те знают что я катаюсь только на матюле и исключительно на матюле 4100 самый идеальный вариант для такого двигателя можно посмотреть что у нас внутри но опять-таки кто следит за каналом те все прекрасно видят и знают что двигатель вскрывался и тут все было замечательно вот вы можете посмотреть блин камера давай фокусируйся видно да без каких-либо там нагаров отложений и всего остального можно даже просто сам щуп посотреть где у нас щупчик то есть он чистый и прозрачный беленький именно вообще без всяких косяков вот поэтому матюль и рекомендую фильтр как всегда либо мале в этот раз мале вот либо мановский надо купить съемник потому что вот это дело это не айс ну а так в целом в принципе все прекрасно все замечательно вопросов как говорится никаких в общем вот так все делаем сами не боимся своими руками идем дальше кто не подписался на канал подписываемся ну а там зашло не зашло видео это уже вам решать минус или плюс в общем вот так вот парни всем удачи всем счастливо вот так вот